В Гомеле разыскивают троих мужчин из-за взрыва под Минском. Аварийный мост между Мозырем и Калинковичами совсем скоро начнут демонтировать. В Гродно из храма исчезли иконы, на которых силовики задерживали священников. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. В Гомеле разыскивают троих мужчин, вероятно подозреваемых в происшествии под Минском. Сообщение об этом прислали в рабочий чат сотрудников автопарка номер один, рассказал зеркалочитатель. Они получили фотографии мужчин с подписью «Устанавливается местонахождение обозначенных лиц и просьба звонить 112». С какой целью их ищут, никто не объяснил. По словам сотрудника автопарка, в прошлый раз что-то похожее было после взрыва самолета в Мочулищах. Телеграм-канал «Матолько помоги» со ссылкой на свои данные пишет, что с самого утра объявлены в розыск по всей стране несколько мужчин, которые могут быть причастны ко взрыву на станции Озереща. Напомним, ночью 5 октября под Минском в районе Колодич местные жители слышали сильный взрыв. Очевидцы говорили, что в тот момент в домах тряслись окна. Утром 6 октября жители военного городка Вручья рассказывали, что по району ходят следователи и опрашивают людей по поводу теракта на железнодорожной станции. Официальных комментариев по поводу происшествия не было, и похоже на то, что ситуацию решили просто замолчать. Аварийный мост между Мозырем и Калинковичами совсем скоро начнут демонтировать. Прямой дороги между двумя соседними райцентрами Гомельской области не будет несколько лет. Гомель-Автодор уже проводит конкурс по выбору подрядчика на выполнение первой очереди проекта реконструкции моста через реку Припять. На это планируют потратить почти 43 миллиона рублей. Строительные работы запланированы до июля 2025 года. Все это время проезд по мосту будет невозможен, как сообщает флагшток. Из тендера стало известно, что изначально рассматривались три варианта реконструкции. В зависимости от количества пролетов стоимость первых двух достигала 225 миллионов рублей в ценах 2019 года. В итоге был рекомендован третий, самый дешевый вариант, который обойдется в 126 миллионов рублей, то есть примерно в 60 миллионов долларов. Мост имеет важное значение для транспортного сообщения в регионе, связывая между собой Калинковича и Мозырь. По нему, например, доставлялись нефтепродукты с Мозырского НПЗ. В сутки интенсивность движения там превышала 8,5 тысяч автомобилей. Теперь же всем им придется искать объездные пути. Из Гродненского храма исчезли две иконы, на которых силовики задерживали священников. Как сообщает христианская визия, иконы появились в Свято-Покровском кафедральном соборе в 2006 году. Всего их было 8. На них изображены святые, пострадавшие в 20 веке от большевистского режима, а также их палачи, красноармейцы и чекисты. На иконах, которые пропали, были великомученики Владимир и Вениамин. Эти изображения всегда раздражали местную власть и активистов, самой громкой из которых стала инфоказачка Ольга Бондарева. От архиепископа Артемия требовали снять иконы, но он требования игнорировал, отстаивая независимость церкви. Судя по всему, в этот раз сделать этого не удалось. Иронично, что большевистский режим, изображенный на иконах, задерживал святых. А теперь лукашенковский режим эти иконы изымает. В Гомельском аэропорту за долги арестован Боинг. По данным флагштока, это борткомпания Авиастар, которая была зарегистрирована в 2016 году в свободной экономической зоне Гомель-Ратон. Она была одной из пяти белорусских транспортных авиакомпаний. По открытым источникам известно, что у фирмы есть только два самолета Ан 1980 года выпуска и транспортный Боинг 1975 года. Арестованный борт имел долгую историю. Он летал на различных европейских линиях. Однако, судя по всему, с 2017 года полетов у него не было, и он простаивал на стоянке Гомельского аэропорта. Примечательно, что это судно пытались продать как минимум несколько раз. Постепенно его стоимость падала с 700 тысяч долларов до 350 тысяч. Первоначально владелец в объявлении указал, что судно находится на консервации и необходим его ремонт. Сегодня в объявлении указано, что самолет продается на запчасти. На данный момент компания Авиастар еще числится среди действующих субъектов хозяйствования. В Полоцком районе в кормозадаточном прицепе зажало студента-практиканта. Случай произошел на территории молочно-товарной фермы в Близнице. 18-летний студент проходил практику как тракторист-машинист и кормил скот. Парень не отключил вал от бора мощности и полез чистить прицеп от остатков корма. В результате оказался зажат этим валом. Чтобы вытянуть практиканта, понадобилась помощь спасателей. Только разобрав прицеп, жертву удалось освободить. В итоге парни с рваным ухом и колотой раной груди забрали медики в больницу. Теперь начато расследование происшествий и поиск виновных в нарушении техники безопасности на рабочем месте. Гомельские фрики призывают подать в суд на Горбачева. По словам активиста национально-освободительного движения, таким образом они хотят помочь России победить Украину и предотвратить мировую войну. Ведь по информации представителя маргинального кремлевского движения, Польша уже стягивает войска к белорусским границам и готовится к нападению. Как именно суд над Горбачевым, который, к слову, умер два года назад, должен спасти ситуацию, мужчина объяснить не может. Зато он озвучивает еще одну интересную мысль. Активисты НОЦ считают, что в 90-е законы для России писались в США. Поэтому, если осудить Горбачева, то это поможет отменить российское законодательство тех лет. Как отдельный, но не менее важный элемент, стоит отметить, что само видео было снято у мемориала «Партизанская креничка» под Гомелем. А активист при этом, одет в советскую форму, в руках держит красное полотно с серпом и молотом. Как всегда, по понедельникам у нас выходит рубрика «Народ спросит». В новом выпуске обсуждаем, удастся ли поднять Беларусь с колен, почему не объединяются оппозиции Беларуси и России, и действительно ли санкции не вредят режиму. Ссылка в описании к этому видео. На этом у меня все. Благодарим вас за лайки, комментарии и подписки. До встречи завтра и Живи Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова